привет вы на канале рукоделие наслаждение и с вами наташа дырк и так сегодняшней нашей части мы должны закончить наши рукава вот один рукавчик уже у меня сшиты и полностью присоединенные к основной части вот как он выглядит и покажу вам с этой стороны я использовала для этого вывязывания это рукава методику как обычно делают имитация шва и обычно начинают сверху и идут вниз я же попробовал этот метод идя от подмышек вверх также я сделала вот этот один пробный рукав я записала себе все за лист на листочек для того чтобы показать вам как это делать без ошибок да потому что я когда ввязала мне тут немножечко вверху пришлось перевязать вот теперь я довольна этим рукавом я его одевала на себя пробовала и умно хорошо он сидит но с изнаночной стороны вот так вот выглядит ниточки я еще не прятала и не стирала до этот кардиган потому что я хоть но нижняя часть рукава вот здесь даже видно разницу да вот идет разница где эта часть уже постиранная все сделано а здесь и петелечки неровные да и шовчик здесь неровно еще вот но это все после стирочки и после блокировки все исправится это же плечевой шов я не блокировала да и вот верхнюю часть тоже я здесь не блокировала так как я планирую делать это все вместе и и так в сегодняшнем нашем уроке мы с вами зашьем рукав вот мой второй рукав который у меня тут лежал он отблокирован но он не не зашит то есть мы с вами выполнив шов и внимательно изучим вместе при будем довязывать наш рукав и заодно присоединять его одновременно кардигану вот она наша вторая девочка вот буду стараться показывать все как можно подробнее надеюсь что будет понятно хотя это уже очень большая часть да и очень трудно это все помещать в камеру но будем идти вперед невзирая да на все трудности вот так и так сейчас начнем зашить и рукава я вот первую вот эту ажурную часть я ее зашиваю вот этим вот остатком маленьким ниточки которые у меня здесь есть если бы я думала наперед более продуктивно я бы оставил этот хвостик по длине и для того чтобы мне хватило зашить полностью аж до подмышки но я не оставила такой большой хвостик поэтому я хотя бы этим концом зашью вот эту ажурную часть для того чтобы где лицевая гладь идет уже будет намного легче спрятать кончики поэтому сейчас я заправлю в иголочку хвостик и так берем две половинки рукава зашивать будем по лицевой стороне находим самую крайнюю петелечку вот здесь и вводим туда иглу и теперь вводим игру иглу также с этой стороны зацепляем за две ниточки потом в следующем находим две ниточки вот здесь где соединяется косичка и потом с другой стороны здесь очень удобно шить где ажурный узор потому что можно смотреть чтобы одинаково шло то есть вот здесь я уже неправильно ввела потому что вот длинные идут растянутые петли а здесь они выше поэтому мне нужно одну распустить до для того чтобы рисунок вот сошелся я распустила и смотрю теперь вот где идет изнаночная кладь изнаночный ряд здесь ввожу и так же сама с этой стороны изнаночный и если вы помните как я уже раньше тоже говорила я свободно нить я не затягиваю каждый раз ниточку я просто свободно ее ввожу а затягивать уже буду в конце вот теперь у меня правильно сошелся рисуночек и дальше когда шьете всегда проверяйте с рисунком потому что там где лицевая гладь тоже лучше конечно ну не сбиваться но там если вы собьетесь это не будет так явно как здесь где же ажурный узор здесь смотрим и когда прошиваем определенный кусочек тогда придерживаем здесь за край либо если у вас здесь ниточку вы новый взяли тогда вас хвостик будет придержите за хвостик и подтягивайте чтобы шов затягивался но не присобирайте до чтобы ниточка была ровной и таким образом съем до конца ряда аж до наших спиц весь бок полностью зашиваем таким узором когда ниточка закончится присоединяем новую для тех кого просто целая большая нить просто одной нити счете а потом затягивайте края и после этого когда зашьем бог уже будем начнем присоединять рукав к основному полотну и так вот я дошила весь рукав до конца ниточку потянула хорошо и иголочку перевела вот на изнаночную сторону и обратите внимание что вам нужно дошить до последней петли до самого верха то есть чтобы здесь у нас уже вязание выглядел как она идет по кругу и в конце вот здесь вот самом конце мы укрепляем ниточку все хорошо укрепляем можно ее даже спрятать вот сюда и обрезать ну чтобы она не мешала уже потому что мы ее больше использовать не будем вот эту нить который мы зашивали все теперь у нас рукав уже кругу круговую сделан он готов к тому чтобы его пересоединять и здесь ниточка у нас клубочек же остался и он у нас будет готов для того чтобы вязать и сейчас я возьму основную часть разложу все хорошо и снова к вам вернусь так и вот я тут разложила вот мой рукав идет видите вот эта подмышка здесь плечевой шоу вверху и мы начнем при присоединять наш рукав именно вот здесь на и начинает уровня подмышки вот у меня шоу рукава которые сшила и рука вот весь идет сюда вниз и так мы располагаем шоу рукава именно вот здесь где у нас идет соединение узора то есть вперед и спинка и здесь шоу к шву получается у нас присоединяется и вначале также нам понадобится еще крючок и в начале нам нужно присоединить 10 петель для этого нам нужно будет провязать 5 петель этого узора нашего вот раз два три четыре пять вот мы по лицевой стороне 5 петель этих провязали переворачиваем нашу работу и смотрим куда мы будем присоединять здесь нам вот центр наш идет и нам нужно читать 5 петель 1 2 3 4 5 и именно вот здесь вот в этом месте где 5 петель и 5 мы начнем присоединения берем крючок и захватываем в рукаве за косичку страшно неудобно вот захватили косичку и сюда вводим ниточку от клубочка то есть нашу рабочую нить ввели и теперь надеюсь что будет очень хорошо видно сейчас вводим крючочек следующую косичку вот зацепили и переснимаем на крючок одну петлю и проводим эту петлю в косичку и также через петлю вот у нас теперь мы провели через косичку нас на спицах две петли и мы проводим в одну ой сейчас соскочила у меня принципе эта операция она очень очень неудобная ну сложно более при присоединять рукава наверно легче было бы связать а потом пришить но не всегда так хорошо получается рассчитать петли а таким образом вот а теперь эту проводим сюда вот сейчас покажу еще раз так эту спицу можно в принципе с этой стороны продвинуть побольше куда-то и убрать чтобы она не мешала и так еще раз попытаюсь показать еще раз вот у нас на спице крючочек мы вкалываем в следующую косичку у нас по краю изделия идет косичка вот такая и мы туда вкалываем и добавляем на крючок вот эту крайнюю петлю одели крайнюю петлю теперь у нас на крючке получается петля петля и косичка и через все это нам нужно продеть рабочую нить через все 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 вот мы продели и видите теперь продолжаем делать так же самое снова вкалываем следующую косичку вот вкололи в петлю снимаем и у нас на спидной на крючке получается петля косичка петля захватываем рабочую нить и продеваем через все 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 что у нас на крючке и так делаем 10 петель смотрите после того как мы закрыли 10 петель вот здесь по центру после этого мы уже будем всегда вязать рукав оборотными рядами вот эту последнюю петлю которая у нас осталась мы ее одеваем на спицу и сейчас после того как мы закрыли 10 петель одели петлю на спицу нам нужно вязать вязать наш рукав изнаночный ряд по кругу сейчас я попытаюсь расположить так свои спицы чтобы мне было удобно вязать переднюю первую петлю снимаем просто и дальше мы вяжем изнаночными петлями аж до обратной стороны вяжем весь ряд пока не дойдем до вот этого места вот я довязала до конца и провязываю последнюю петельку изнаночной и сейчас смотрите внимательно на нужно будет закрыть с этой стороны еще пять петель то есть мы 10 закрыли теперь нам по 5 нужно с каждой стороны мы берем вот эту рабочую нить и нам нужно ее продеть в следующую косичку такую и для того что если вы хотите если у вас вдруг образовалась вот здесь дырочка такая ее тоже можно подхватить сразу вот мы ввели крючок косичку и можно сразу захватить вот здесь как протяжечку такую перекрутить ее эту протяжку и рабочую нить туда провести до того чтобы не было дырочек так очень-очень мне неудобно это такая работа как бы кропотливая даже без камеры а с камерой так вообще ну вот все мы протяжку в деле и создали вот такую вот петелечку рабочую которая будет нам помогать чтобы закрыть пять петель так я поворачиваю работу вот мы основное полотно вот это мой рукав опять следующую косичку мы вводим крючочек захватываем одну петелечку со спицы и проводим рабочую нить через петелечку через косичку и через петелечку которая у нас на крючке и вот у нас образовалась новая петелечка снова вводим ее и берем следующую это у нас уже будет 2 снимаем со спицы снова вводим снова захватываем еще одну петелечку и проводим это в принципе вот это начало это самая сложная часть рукава так у нас три уже если вы сможете это сделать то дальше уже будет легко вот наша четвертая петелечка и пятое последнее вот эту вот последнюю нашу телечку одеваем на спицу убираем крючок и сейчас нам нужно вязать рукав обратно лицевыми рядами эту петелечку первым просто снимаем и вяжем лицевыми рядами лицевыми петлями и вяжем до конца ряда и с другой стороны нам нужно будет снова 5 петелечек закрыть после этого уже не нужно будет такой труд проделывать и так я нажимаю на паузу и вяжу дальше и вот я подошла к второй к второму краю вот наша подмышка вот это мой рука ведет и я провязала лицевыми петелечками полностью до края и помните здесь мы рабочую петелечку мы ее повешали на спицу и сейчас мы при последнюю петельку как бы предпоследнюю и последнюю так как она у нас лишняя мы должны провязать вместе и хочу обратить ваше и так мы будем после этого всегда делать дополнительную петельку провязывать вместе с предпоследней то есть мы будем из двух одну делать и когда я вязала рукав свой я провязывала эти петелечки лицевой петлей и из-за этого у меня образовалась здесь вот такая вот косичка и с этой стороны тоже ее очень сильно видно вот косичка идет если вам нравится такая косичка вдоль рукава вы можете провязывать эти две последние петли лицевой если вы не хотите чтобы у вас была такая коса а чтобы было как бы имитация шва тогда провязывайте последнюю петлю изнаночной я следующий раз когда буду так вязать я уже буду лучше провязывать изнаночные мне кажется так будет красивей но так как я уже тот рукав провязывала лицевой я эту петлю буду не изнаночной провязывать а лицевой чтобы у меня два рукава были одинаковые но вы можете провязывать изнаночные тогда будет мне кажется будет лучше но это выбирайте как вам больше нравится и так нам с этой стороны нужно также закрыть 5 петель поэтому таким же самым образом сначала мы вот эту последнюю петлю сейчас проденем следующую косичку вот так вот продели все теперь у нас есть двух сторон петли и по центру косичка вводим крючок в косичку рабочую нить переведу заводим петелечку и протягиваем крючок через петелечку через косичку и через последнюю петелечку так и вот у нас создалась петелечка на крючке снова находим петлю косички вводим захватываем и проводим через все так это два снова захватываем нас так это три дальше так упс так сейчас это 4 и 5 здесь у нас ажурный узорчик уже идет спереди поэтому нужно внимательно смотреть куда вводить так вот она косичка моя вот она петля и это последняя петля наша и вот сняли и последнюю петельку мы одеваем на спицу здесь важно тоже вот здесь подмышкой не затягивать эти петелечки и так разворачиваем нашу работу и вяжем изнаночными петлями рукав первую петлю просто снимаем и дальше вяжем изнаночными вяжем до конца ряда изнаночными петлями вот смотрите я подошла к концу ряда по изнанке вот мой рука это подмышка рука и вот плечо и сейчас нужно обратить внимание что теперь у нас уже будет я покажу технику которую мы будем использовать аж до самого верха вот у нас остается на на спице 3 петли последняя петля это техническая петля дополнительно которую мы будем каждый раз набирать для того чтобы присоединять рукав к основному полотну поэтому смотрите третью петлю провязываем а вот вторую предпоследнюю последнюю будем провязывать вместе опять таки я на изнаночной стороне провязываю и изнаночной если вы не хотите чтобы вас по лицу косичка что вам придется провязать изнаночной лицевой наоборот вот так вот но я буду провязывать с изнаночной стороны изнаночной и после того как вы провязали 2 вместе вам нужно взять крючок и сделать себе дополнительную петелечку который вы оденете на спицу вот берете часть спинки до в этом случае находите следующую косичку и протягивайте туда рабочую петлю и одевайте эту петлю на спицу все это каждый раз вам нужно так делать теперь вот эту техническую петлю которую мы только что добавили мы ее просто переодеваем на спицу и начинаем вязать вот одну лицевую петлю провязали а следующие 2 как для убавления рукава мы провяжем вместе лицевой и так нам нужно делать будет каждый раз в каждом ряду в начале с изнаночной стороны в конце ряда провязали техническую и петлю рукава вместе после этого перевернули работу добавили еще одну техническую петлю через следующую косичку провязали одну а потом провязали 2 вместе лицевой для сужения рукава после этого до конца ряда просто вяжем лицевыми петлями ничего не меняя вот я провязала лицевыми до конца ряда и здесь уже наш рукав присоединяется к лицевой стороне тоже самое провязываем и последние две петли техническую и петлю рукава провязываем вместе провязали и теперь нам нужно сразу же создать еще одну техническую петлю поэтому вводим крючочек следующую косичку захватываем и достаем себе и техническую петлю и одеваем ее на спицу поворачиваем работу так как мы вяжем оборотными рядами техническую петлю снимаем мы ее не провязываем одну петелечку изнаночной провязываем и потом делаем убавочки в рукаве 2 петли вместе провязываем изнаночную и дальше вяжем без изменений до конца ряда и таким образом продолжаем вязать вверх провязывая пока мы не дойдем до верха рукава каждый ряд одинаково добавляем техническую петлю в начале ряда а в конце ряда вот здесь техническую и обычную петлю провязываем вместе провязали вместе перевернули работу добавили техническую петлю пересняли ее на спицу провязали одну следующие две провязали вместе на рукаве для убавки и опять идем дошли до конца ряда техническую и петлю рукава провязали вместе добавили техническую петлю одели на спицу одну провязали и потом снова две вместе то То есть в каждом конце ряда техническую и рабочую петлю провязываем вместе, разворачиваем работу, добавляем техническую петлю, одеваем ее, провязываем одну петлю рукава, потом две петли вместе и пошли обратно. Я сейчас нажму на паузу и буду вязать рукав и потом, когда я буду ближе к плечу, уже повыше здесь, я покажу еще раз, как делать разворот. Здесь будет у меня меньше петелечек, так как в каждом ряде по одной петелечке убирается и здесь выше я уже без паузы покажу вам. Для меня это будет через час, может быть для вас это будет через пару секунд, как снова я вам покажу, как делать эти убавления и потом покажу, как уже закрыть плечо. Так как я вам и говорила, что я к вам очень быстренько вернусь, вот наш рукав и вот наш результат. И это то, за что я вам говорила, за вот эту косичку, что если делать изнаночными петелечками, то может быть будет лучше смотреться. Итак, я нахожусь сейчас на вершине рукава, у меня на спицах, считала и забыла, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать петелечек. Итак, я покажу вам еще один раз, как я делаю убавочку и потом мы уже будем закрывать петли. Вот у нас есть техническая петля. Техническая петля мы ее просто снимаем и остальные петельки вот здесь мы закрываем две и остальные вяжем. До конца ряда, то есть в начале ряда техническую снимаем, две вместе провязываем. И в конце мы, получается, ряда должны провязать последнюю петелечку вместе с технической. Вот, провязали и разворачиваем нашу работу. И когда мы поворачиваем работу, мы добавляем одну петелечку техническую. Таким вот образом. А теперь дальше нам нужно будет закрыть вершину нашего рукава. Для этого я закрою три петли с одной стороны, три петли с другой стороны. А потом все остальные, так как плечо у нас не должно быть треугольное. Для этого мне нужно передвинуть ниточки и спицы на изнаночную сторону. Все, я в эту часть просовываю клубочек тоже. Ну, либо если у вас большой клубочек, его можно обрезать. Оставьте себе, может, полтора метра ниточки или метр. Вот, теперь я спицу тоже перевожу на изнаночную сторону. Просто мне было удобнее закрывать с изнаночной стороны. Все, мы на изнаночной стороне находимся. И теперь мы можем закрывать. Я беру крючочек и использую такую же технику, как я использовала в начале рукава. Делаем себе техническую петелечку. Вот. И теперь одну снимаем. Проводим. Теперь у нас есть петля. Нитка росла. Петля есть. Теперь вводим косичку и захватываем петелечку. И проводим сейчас ниточку через петлю, через косичку. Так, это у нас одна петля мы закрыли. Сейчас вторую петелечку закроем. И третью петелечку закроем. Таким образом. И техническую петлю возвращаем на спицу. Теперь мы прошиваем. Ой, не прошиваем, а провязываем. Провязываем наш ряд лицевыми, в данном случае, петлями на следующую сторону, на левую сторону. И сейчас закроем с другой стороны тоже три петли. И вот техническую последнюю провязываем вместе. Поворачиваем нашу работу. ну и в принципе здесь у нас самое главное, это мы все должны сейчас создать техническую петлю. продели. Так, и первую получается снимаем и просто продеваем. Теперь снова косичку вводим. берем одну петелечку и продеваем ниточки полностью. эту петелечку спускаем. Это у нас уже две и вот третью мы так же само таким же образом передвигаем. и эту техническую петлю вешаем назад на спицу и теперь провязываем изнаночными петелечками в другую, ну по изнаночке провязываем. и возвращаемся сейчас к левой стороне, две последние провязываем вместе техническую. И сейчас все петли мы закрываем таким же образом, как мы только что делали три петли и на этом мы заканчиваем нашу работу и так берем, сначала достаем себе техническую петелечку и захватываем петлю и провязываем их, ну крючочком вместе продеваем, снова берем петелечку, косичку, петелечку и провязываем и у меня уже 30 с чем-то минут, я очень надеюсь, что видео мое не оборвется. но если оборвется, то просто таким же образом закрываем до конца ряда и наше плечо будет готово. дальше вставляем. если у вас вдруг на основной части меньше этих косичек, например, где закрывать, то тогда можно в одну косичку две петелечки закрывать. но в то же время, чтобы это не было слишком присобрано. если у вас петелечек, например, больше, то так же само можно присмотреть уже по ситуации, как закрывать. главное равномерно распределять все петли и рукава и основной части плеча. так и у нас уже остается здесь пару петель. и последняя петля и последняя косичка. до конца протягиваем и вот плечо наше готово. теперь мы можем обрезать ниточку, то есть ее можно просто ставить небольшой кусочек, чтобы потом спрятать. и просто затягиваем уже ниточку в петлю сюда и затягиваем. все, наш рукав абсолютно готов. и вот с лицевой стороны, как смотрится наше плечо. таким вот образом. все, наше изделие готово. теперь остается только его простирать, разложить, высушить, чтобы здесь все было ровненько и хорошо и красиво. и можно будет уже носить. и я, конечно, обязательно для вас сделаю, ну, финальную часть. и уже, конечно, кардиган померяю на себя. хоть он на меня немножко большеватый, но, в принципе, принцип будет понятен. надеюсь, что вам было понятно вот эта идея с вточным рукавом, подобием вточного рукава или как это имитация пришивного рукава, но он вточной получается только снизу вверх. ну, всем пока-пока. Мict39